В начале мероприятия я предлагаю, чтобы наш президиум возглавили выдающиеся люди, которые будут сегодня представлять это мероприятие. Это прежде всего профессор Хайн Ригель, который является заместителем президента фонда Кохова-Мещникова, германского. Прошу поприветствовать. Хайн Ригель, не имею в виду, но не имею в виду. Андрей Петрович Корицкий, который будет представлять Дни Петрова. И Максим Семенович Гельник, который является акционером компании Аптек. И в начале я прошу несколько слов выскать уважаемым нашим гостям и кто находится в президиуме в отношении сегодняшнего мероприятия. Слово предоставляется профессору Хайн Ригель. Мы очень рады, чтобы наш президент, который здесь угрожает, что угрожает, что угрожает, что угрожает, что угрожает. Здравствуйте, дорогие друзья. Mein Name ist Клаус Петер Хелригель. Ich bin der Leiter der Sektion Onkologie des Koch-Мещников-Forums in Berlin. Профессор Хайн, der Präsident des Koch-Мещников-Forums, ist bedauerlicherweise heute nicht bei uns. Er hat Gesundheitsprobleme, aber er befindet sich bereits wieder auf dem Wege der Besserung. Für mich ist es eine große Freude und ein Privileg, bei diesem Kongress teilzunehmen und in dieser wunderschönen Stadt zu sein. Ich bin tief beeindruckt über die großen Teilnehmer, und über den hohen wissenschaftlichen Standard. Und, конечно, тот высокий уровень, на котором проводятся все мероприятия, читаются доклады здесь, на форуме. Im Namen des Koch-Мещников-Forums, aber auch in meinem eigenen Namen, möchte ich Ihnen sagen, dass wir unseren Austausch von Meinungen unbedingt fortsetzen sollten. Aus dem Namen des Koch-Mещников-Forums, er wollte Ihnen sagen, dass wir uns intensifizieren, unsere Kontakte, die мнения, Informationen, Erfahrungen, die uns schon lange betrachten. Wir, natürlich, werden wir das weiterentwickeln. Denn es geht um nichts weniger, als darum, die Zahl der Krebskranken zu heilen, die Zahl derjenigen Krebskranken zu erhöhen, die geheilt werden können, und die Lebensqualität dieser Patienten zumindest zu verbessern. Wir wissen, dass unsere основная задачa ist die lösung der Patienten, die onkologische Patienten. Wir können увеличieren, die количество, die больlichen, und alles. Aber unsere основная задачa ist es zu ermöglichen, eine высокige Leistung für alle onkologische Patienten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, uns allen, einen erfolgreichen Kongress. Danke für die Aufmerksamkeit und sage Spasiba. Er hat mir gesagt, dass wir uns in den letzten Jahren bedenken, dass wir in den letzten Jahren bedenken, wir arbeiten mit verschiedenen Centern in der Vereinigung, in dem Sinne, das Erkutsk-Krasnoyarsk-Krasnoyarsk-Krasnoyarsk. Сейчас один из самых интересных, на наш взгляд, проектов – это проект по темборфологии, который мы ведем вместе с нашими коллегами, вместе с профессором Франком, который сегодня тоже не смог быть, но Лариса Эдарна скажет несколько слов. И мы очень рады, что, в принципе, этот проект будет продолжаться, в том числе и с точки зрения частного государственного партнерства, что для нас тоже очень важно. Здравствуйте. Наше сотрудничество расстреляло все больше и больше, поскольку оно носит и образовательный характер, и помогает нашим патологоанатомам познавать новые программы, новые тенденции, которые происходят в мире. И сейчас мы возлагаем очень большие надежды на совместное создание программы по референсу патологоанатомических исследований, поскольку проблема контроля качества – это одни из важнейших проблем, и применена к онкологии особенно. Поэтому мы надеемся, что мы с нашей помощью, с вашей помощью все это сделаем очень хорошо. Продолжение следует... 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 Безусловно, эти люди должны действовать вне границ, вне континентов. В этом нам помогают телекоммуникации, в этом нам помогают немецкие друзья, в этом нам помогают современные технологии, которые, мы надеемся, вместе с фирмой АПТЭК, мы в конечном итоге приобретем, реализуем и будем хвастаться. Поэтому я вас всех поздравляю с этим мероприятием и еще раз большое спасибо. Я во Боряк, что очень интересное и символette Das 얘기 об этом 22. Italy – признать вер resourcement. Это значит, что мы люди мира, мы не малины phys Sitio, не конфликты, не приспочитаем потому, что мы в этом уровне можем Covid terorial, который мы можем перенести под Printmen, вgrenыш его высоты, в shells именно также опыта копеют. Мы рады, что мы все вместе с поддержкой коллеги от компании «Оптек» и «Кохмейсchenкуфорум» и с «Оптек» организовать, что мы все вместе с другими сторонами. Приветственное слово со стороны компании «Оптек» представляет Игельников Максим Семенович. Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в форуме и поздравить неонкологию Петрова с началом работы форума как главного основателя и организаторов этого мероприятия. Нас связывают давнишние отношения и хорошие добрые связи, конечно же, со всей медицинской индустрией Германии, с немецкими коллегами, с фондом «Кохмейсchenкуфорум». И, конечно же, нельзя забывать эту большую поддержку и вклад в развитие российской медицины, которую внес фонд в начале 90-х годов, когда было очень тяжело. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И, конечно же, вспоминай, когда мы начали заниматься вопросом телемедицины в онкологии, я хочу вспомнить 2000-й год, профессор Франк Георгий Авраамович, и мы провели первый сеанс, да, вы помните? Первый сеанс провели с помощью наших немецких коллег с клиника Регенсбурга, по-моему. Тогда это были микроскопы ЦЕИС, тогда это был телефон, и был экран один на всю аудиторию Георгия Авраамовича. Это был начало 2000-го года, весна, лето 2000-го года. Если мы про телемедицин, про телепатологию, я хочу вас бы хотелось бы о первой шаттуре в Георгий Авраамович. Она была в начале 2000-х годом, и был именно профессор Франк Георгий Авраамович. В своем работе было в его работе, и там была шаттуре в Георгий Авраамович, если вы себя так помните. С тех пор прошло уже 16 лет, конечно, мы все ушли далеко в технологиях, в информационном обмене, в образовании. И, конечно, каждый из нас выполняет свою задачу, свою роль. Поддержка фонда для того, чтобы эти коммуникации были устойчивы, чтобы мы собирались вместе, чтобы мы опять-таки настраивали мосты. Вот здесь вот на презентации мосты разведены. Но я думаю, что все здесь присутствующие, благодаря коллегам нашим, сводят эти мосты. И у нас очень крепкие связи, крепкие узы. В последние 15 лет, конечно, все было случилось. Мы сейчас имеем новые технологии, которые мы бы еще 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 используем. И мы уверены, что мы поддерживаем, что мы поддерживаем в Кохмешникове, что мы в Кохмешникове время в Телепатологии. Магайте на то, что это происходит, куда эта Брега устранена. Мы можем, что наша Aufgabe, чтобы эти божди из Брега вместе с Брегами. Это была наша большая задача, и мы очень рады, если это действительно klappt, с помощью его компании и от Кох-Мешинка-Форума. Первый раз я в Ниимни-Петрово в зиму этого года, это был январь, с нашим партнером, с нашим коллегой, профессор Белла Молнар, компания 3D-Хистэк. И я поразился тому уровню технологий, который есть в этом институте. И конечно же поразился желанием менеджмента, а это самом деле менеджмент, а не руководство института, менеджмента института, в лучшем смысле этого заимствованного слова, продвигать вперед технологии. И мы тогда о многом договорились именно с точки зрения телемедицины. И движение новейших технологий в телемедицине и скоростной цифровой микроскопии. Что еще важно, что это менеджмента этого онкологического центра, это очень модель, и они помогают, sich новые технологии инфицировать. И это очень позитивно выражаетесь от скорости и от visionов, которые это институт менеджмента в себе поставлены. Прошло только всего полгода. Сегодня у нас есть коллега от компании 3D-Histec, который будет делать доклад на этом форуме. У нас уже состоялся обмен новыми технологиями. На стороне производителя были ведущие специалисты института в рамках европейских форумов. И это показывает, в общем-то, те скорости, на которых мы сегодня находимся. В последние три месяца случилось, да, и очень быстро случилось. Мы сегодня встретились от 3D-Histec-Unтернему, которые эти сканеры производят, и уже больше посетили, и хорошие контакты, хорошие общения, хорошие шансы и шансы. Это показывает, как быстро мы все работаем. Для всех присутствующих понятна роль фонда Коха-Мещникова, понятна роль и задача института. Что здесь делает коммерческая организация? Это всегда вопрос. Для всех присутствующих, конечно, это понятно. Коха-Мещникова, Форума, Коха-Мещникова, Органица, 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 Органица. Но что это делает Коха-Мещникова? Я бы хотел ответить на этот вопрос следующим образом. У нас есть основные три задачи в этой триаде. Первое и самое главное, это, конечно же, Трансфер современных новых технологий. Я имею в виду, что в компании «Оптек» три основные цели, sozusagen, или «Офгабы» gestellt. С первым, Трансфер для новых технологий. Содействие повышению образовательного уровня. На всех уровнях медицинского образования здесь, в Российской Федерации. У нас есть поддержка и увеличение русских медицин, включая дистанционное образование. А мы сегодня обладаем технологиями организации дистанционного образования для будущих врачей, гистологов. И в том числе не только будущих врачей, но и, конечно же, после дипломного образования. Ну и, конечно же, та задача, над которой мы все работаем, это стандартизация процессов. Сближение тех Стандартов, которые есть у наших коллег. В Германии, в других развитых центрах оказания онкологической помощи и здесь ведущих учреждениях Российской Федерации. И третья Aufgabe, вы бы, я так называю, как «Harmonisierung» по речной линии и стандартам в всех странах мира, чтобы также русские коллеги dabei profitировать. Ну и самая главная цель для нас, да, это то, чтобы диагноз больным стало как можно точнее. Для того, чтобы было не менее инвазивное вмешательство врача-хирурга и сохранилось качество жизни человека в конечном итоге. И в завершение хотел еще раз поблагодарить наших партнеров фонд Коха-Мечникова, нашего стратегического партнера Института онкологии имени Петрова, за то, что отдали предпочтение, потому что я уверен, что на рынке очень много достойных поставщиков, достойных коллег у нас, но отдали предпочтение нам и позволили нам быть партнерами в этом большом, интересном и столь благородном деле. Спасибо большое. Господи, я думаю, что после этих ярких слов наступило время непосредственно подписания трехстороннего сотрудничества. И мы верим, что мы можем здесь, именно на таких красивых словах, тоже нашу vereinбавку подчеркнуть. кончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...